Дорогие зрители, все, кто смотрит наш ностальгический канал, посвященный традиционному классическому дениму, винтажному дениму, настоящему, правильному. И сегодня, надеюсь, вы все уже соскучились по джинсам из советской торговли. Знаю, что для многих из вас это самая любимая тематика, так же, как и для меня. Чего уж скрывать, левайсы, левайсами, но джинсы из нашего с вами родного СССР для меня это любимая тема, как и для многих из вас. Вот если задать такой вопрос, какие джинсы для вас были самыми любимыми, самые памятные, то, конечно, большинство из вас, в том числе и я, скажут, что это мои самые первые джинсы. Для многих это правило работает. Возможно, для кого-то это джинсы, которые вы сами не носили, но на ком-то видели и мечтали о них. Тоже может быть такое. И именно поэтому главная моя цель восстановить весь калейдоскоп марок, брендов, которые присутствовали на полках советских универмагов. И абсолютно не сомневаюсь, что найдутся такие среди вас, у которых любимыми джинсами, первыми джинсами были джинсы Far West. Вот эти бельгийские классные штаны из Денима первой половины 80-х годов, которые стали появляться на полках советской торговли сразу после Олимпиады. И сегодня я вам покажу их во всей красе. И также мы поговорим сегодня в второй части про покупку б.у. винтажных джинсов, то есть поношных, уже использованных. Итак, приступим. Джинсы Far West всегда делаю не торопясь, показываю вам укрупненно. Потому, как я знаю, что для многих это единственная возможность вспомнить, поностальвировать, восстановить в своей памяти ваши первые джинсы, ваши любимые джинсы. Начнем с кош-картонного патча. Понятно, что это вестерн-тематика. Обязательно присутствует ковбой на лошади, скачащий по преям. И вы все сами можете видеть. Из таких особенностей пресс-картонный патч достаточно эластичный. И, как вы можете видеть, он не утрачен, он не потерян, он целеханик. Хотя вы знаете, что джинсы, которым более 40 лет, уже от этих патчей, как правило, остаются рожки до ножки. Из интересных элементов, конечно, латунный гравированный элемент Far West с дублирующейся вестерн-тематикой. Красиво, да. Развернем их с тыльной стороны. Картина вам знакомая. Очень аккуратные карманы с клинышком внизу. Такие квадратоподобные. Не вот эти вот лопухи, которые сейчас лепят на задницу нового джинсов современных. Да еще к низу смещенные нет. Здесь все правильное. Абсолютная геометрия, правильная выкройка. Да, обратите внимание, здесь арочка, которая присутствует. Многими тогда она, в общем-то, перекопировала сливайцев. Но здесь она своеобразная. Вот этот клинышек-клювик, он уплощенный и своеобразный. То же самое пытались делать и джинсы на джинсах лойс испанских, даже на тверях наших отечественных. Из других интересных моментов вы можете видеть пять шлевок под ремень. Редкая тема для джинсов той эпохи. Как вы можете видеть, джинсы эти БУ, они не новые. Видимо, их где-то в середине или к концу 80-х уже скинули, как немодные. Положили в сундук. И вот они у меня сегодня на канале. Ну, во всем остальном, вам все видно. Застрочки в уголочках карманов. Давайте их перевернем теперь в фронтальную сторону. Посмотрим, что здесь есть интересного. Да, здесь, конечно, интерес представляют клепки. Вот, обратите внимание, клепки здесь здоровенные, как на лойсах. Флажок Far West черный под поясом. Здесь идет гравированный болт Far West. Здесь идет у нас молния старой режимной. Полуавтомат с замком-фиксатором. Вот такие же были на самых первых монтанах 70-х годов. Вообще, на многих джинсах вот именно такая молния была. Это верный признак старой архивной вещи. Здесь, я думаю, вы можете видеть, сами оценить эти джинсы с фронтальной стороны. В общем-то, много у них своеобразных интересных черт. Давайте посмотрим их изнутри. Это машинные сборочные швы. Естественно, в замок. Естественно, цепным стежком отстрочены. И здесь интересно, здесь у нас есть Кеотек с размерником, с уходом. Вот вы можете видеть 48-й размер. Ну, настоящие, правильные штаны. Видно, что здесь все производилось на правильном джинсовом оборудовании, специализированном. Да, забыл совсем сказать, что это бельгийские джинсы. Это было как раз то время, когда бренды, которые заявляли свою продукцию, они и отшивались там же. То есть, не как сейчас, бренды, например, находятся и в Европе, штаб-квартиры. Там итальянские, например, большинство. Да, а при этом они отшиваются где-нибудь в Бангладеш, в Тунисе, в Пакистане. КНР. Нет. Вот тогда все отшивалось прямо там в Бельгии. А Бельгия, на самом деле, была в то время настоящей меккой Денима в Европе. Там присутствовали фабрики и Левайс, и Рэнглер, и Ли, и, наверное, многие другие также были представлены в Бельгии. Я думаю, что делались какие-то спецзаказы для наших марок из советской торговли. То, что бы сейчас назвали производством под аутсорсингом через заказы в Ништорга, наверняка и в Бельгии размещались. Но теперь давайте вернемся к нашим джинсам. Ну, что касательно кроя. Крой, на самом деле, был тогда модный. Это слим. Плотно сидящий на талии, на ногах, на бедрах. Это исключительно такой вот фигурный, приталенный крой, который должен был подчеркивать молодую фигуру, стройность, красоту. Ну, понятное дело, что джинсы в Европе никогда не были рабочей робой. Они были модной одеждой, предназначались для молодежи, для модников. Кто хотел выразиться, выглядит современно. И в Европе как раз такой крой присутствовал. Никакого вам регулара, тем более релакса. Все исключительно было слимовым. Внизу это либо стрейт, либо тейпит, то есть суженные книзу. Все смотрелось на молодом теле очень красиво, подчеркивало. Ну, одним словом, все здесь понятно. Это 99% такого кроя. Ну, если разговаривать о денниме, денним плотный, 14-унцовый, очень однородный, плотно выкрашенный был. Это можно видеть по запасу на подгиб вот здесь изнутри. Он очень-очень плотно выкрашенный, я имею в виду нити. Видите, джинсы на самом деле эти очень красиво фейдятся, очень красиво. На моем экземпляре вы можете видеть только где-то такую, ну, если не начальную стадию фейда, то где-то ближе к середине. То есть джинсы еще не раскрылись. У них не раскрыт потенциал красивого старения, красивого фейда. То есть у этих джинсов еще много жизни впереди. Их будущему владельцу, в общем-то, будет еще много приятных минут для того, чтобы эти джинсы затереть, зафейдить ношением. То есть джинсы еще, можно сказать, имеют много жизни. Ну, что касается деннима, здесь, в общем-то, все еще в самом начале. Вот вы даже можете видеть по внешнему шву. Не во всех местах он расфейдился, где-то только начало фейда. Поэтому эти джинсы еще и носить, и носить, и раскрывать их. Деним здесь очень красивый, плотный, настоящий. На этих джинсах, как вы можете видеть, естественно, присутствует вот тот самый пресловутый внешний запошивочный толстый шов, который очень красиво запиливается, и интересно всегда его наблюдать на себе, на своих ногах. Вот когда он распилится побольше, расфейдится, он очень будет еще более объемным, более контрастным, выразительным. Эта тема очень любимая джинсоманами, да и мной, конечно, тоже. Ну, идем дальше с этими джинсами. Теперь давайте, если я все вам, наверное, показал на джинсах Farvest, теперь поговорим о мотивации покупки джинсов в БУ, винтажных я имею в виду. Ясное дело, что многие из вас хотели бы иметь джинсы винтажные, настоящие, которые когда-то выносили 40-летние, 30-летние давности. Но не каждый захочет отдавать приличную сумму за вещь антикварную, в буквальном смысле вещь музейную, потому что вещи этой 30-40 лет, и, конечно, такие вещи очень ценятся среди коллекционеров, ну, среди донимхедов. Понятное дело, что не у каждого есть возможность купить такие джинсы, а стоят они недешево в новом состоянии. Поэтому многим достаточно будет купить джинсы БУ с ценником эдак в 4-5 раз дешевле, но вот как раз по той причине, что не каждый захочет тратиться, потому что вещи это, наверное, не для повседневного ношения, а кто-то их вообще может повесить у себя в красном ностальгическом уголочке рядом с какими-то своими ламповыми теплыми вещами из прошлого, которым он возвращается время от времени, так вот в руках тормошит, и, в общем-то сказать, ностальгирует над таким вот фетишем из своего далекого прошлого. Поэтому вполне себе, вполне себе понимаю таких людей и даже поддерживаю. Особенно это имеет смысл делать, если джинсы еще не успели превратиться в ветошь, в половую тряпку. Вот как в данном случае мой экземпляр. Вы даже можете видеть вот места, где он быстро фейдит, такие джинсы быстро фейдит. Здесь вот еще только такая, можно сказать, начальная стадия. Но на что нужно обращать внимание? Понятно, что места, подверженные наибольшему и быстрому износу, это всегда промежность. Вот в этих местах всегда, где-то уже через полгода, часто бывает пробоина. У тех, у кого анатомия специфическая. Здесь же на этих джинсах все в порядке. Ткань абсолютно не пробита, без дырок, без всего. Но очень важно также с задней стороны смотреть, чтобы не было никаких дыр вот в этом месте. И очень важно смотреть, чтобы ткань была не истончена. Вот часто бывает так, что дырок нет, но ткань уже сильно истончена от износа и скоро порвется. Здесь же нет, здесь даже она не пофейдена еще толком. Они здесь смягчены, но в общем-то абсолютно целые. И ткань такая же плотная, как в других областях. Ну, понятное дело, что там, где все эти карманы, редко вы увидите, что где-то что-то тут порно. Даже если где-то отсутствует какая-то заклепка, ну, это абсолютно ни о чем не говорит. Нигде они тут не порвутся. Да, конечно, обращайте внимание, чтобы все элементы были на месте. Особенно патч, он чаще всего в этом утрачивается. Обращайте внимание на брючины. Здесь вот, чтобы не было никаких вопросов. Иногда бывает вот такая штука, но это абсолютно не критичная тема. Как я вам уже показывал, раньше была традиция, после того, как джинсы были укорочены, оставлять подгиб, вот как у меня, и прошивать все это тесьмой. Вот здесь такая история. Это раньше такая была традиция у нас. Так делали, видимо, для того, чтобы джинсы аккуратненько так подтянуты были к низу. Ну, вот здесь все сделано по старым вот этим традициям. В общем-то, у них даже есть запас. Теперь, понятное дело, что купив вот такие буллуджинсы, вы их можете постирать и начать получать от них удовольствие на какие-то торжественные случаи, когда просто у вас есть такое желание одеться во что-то необычное, необыкновенное. Прежде всего, для себя, конечно. И пройтись так по улочке и посмотреть, как играет красивейший деним во всей своей красе вот этим швом запошивочным. Ну, всегда действительно приятно, приятно одеть такие штаны, которым более 40 лет. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. Ну, теперь под конец скажу, что если эти джинсы Farvest кому-то понравились, могу сказать по замерам. Здесь у нас идет полуталия 40 сантиметров от края до края, полубедра 50. Специально это я озвучу для того, кто такие джинсы захочет купить у нас в каталоге. Естественно, джинсы представлены только в одном экземпляре, именно тот плод, что на видео. Здесь у нас идет выход брючины 19 сантиметров, то есть они заужены к низу. Они подойдут на рост до 170, если вот без, именно в том состоянии, в том подгибе, в котором они сейчас тесьмой. Если их, так сказать, расшивать, то на ростовку где-то плюс еще 3 сантиметра, 173. В общем, если вам понравились эти джинсы, пожалуйста, они попадают у нас в каталог, а ссылки под этим видео всегда будут в описании и в первом комментарии. Поэтому, друзья, если вам действительно хочется, так сказать, поностальгировать, тряхнуть стариной, такие джинсы завести у себя, либо в гардеробе, либо в коллекции, покупайте ИБУ джинсы, только обязательно всегда смотрите на их состояние, чтобы они вас не разочаровали. А сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, с вами увидимся на своей следующей передаче. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok